Машинно-аппаратурная схема линии производства коэкструдированных продуктов с начинками Одним из направлений развития перерабатывающей промышленности является разработка и внедрение способов обработки сырья, позволяющих получить продукты питания различной формы с высоким содержанием полезных веществ. Среди таких способов выделяют термопластичную экструзию. Экструзия. От латинского extrudo – выталкивание-выдавливание. Это процесс, совмещающий термо-гидро- и механическую обработку сырья с целью получения продуктов с новой структурой и свойствами. Диапазод сырья, подвергаемый экструдированию, охватывает широкий спектр различных органических материалов и включает пищевое сырье растительного и животного происхождения. В настоящее время экструзионные продукты питания выпускают множество российских компаний. Их насчитывается около 10. Для переработки сельскохозяйственного сырья в конечный пищевой продукт используются различные экструзионные оборудования. При этом центральное место в технологии производства занимают экструдеры. Их отличительной особенностью является то, что в одной машине происходит целый ряд процессов – перемешивание, увлажнение, воздействие на обрабатываемый материал температуры и давления. Формование экструдата различной формы с помощью сменных матриц. При производстве сухих завтраков применяются в основном одно- и двухшнековые экструдеры различной конструкции. В настоящее время ведется переход от одношнековых экструдеров к двухшнековым. Двушнековые экструдеры имеют преимущество перед одношнековыми. Использование двух шнеков в конструкции позволяет обеспечить точное объемное дозирование расплавленной массы и уменьшить пульсацию давления на выходе. Использование самоочищающихся шнеков предотвращает налипание компонентов смеси на шнеке и поверхности рабочей камеры. Увеличивает диапазон используемого сырья, позволяет увеличить количество и качество готового продукта. Следствием этих преимуществ является более высокое качество продукции, а также возможность переработки смесей с высоким содержанием жира, сахара и белка. Например, смесей, содержащих соевые продукты, овсяную крупу и другие. Двушнековые экструдеры выпускаются российскими и иностранными компаниями. Среди иностранных компаний, которые выпускают экструдеры для пищевой промышленности, такие как Подушечки с начинками, разновидность готовых к употреблению сухих завтраков, представляют собой коэкструдированные продукты питания, То есть продукты, содержащие корпус и начинку. Данные продукты питания появились на российском рынке приблизительно в 90-х годах 20 века. До 90-х годов в России выпускались в основном экструдированные кукурузные палочки. Иногда, очень редко можно было встретить экструдированные кукурузные колечки. А на сегодняшний день среди экструдированных и готовых завтраков Подушечки и трубочки с начинкой занимают второе место, уступая лишь кукурузным палочкам. Возможности для расширения рынка коэкструдированных продуктов Подушечек и трубочек есть. Но в настоящее время потребителями подобной продукции большое внимание уделяется ее качеству. Последнее напрямую зависит от оборудования и сырья, с помощью которого они производятся. Одно из преимуществ экструдированной технологии заключается в том, что оборудование для производства может быть размещено на небольшой площади. Использование экструдеров как основного технологического оборудования позволяет в одной машине выполнять несколько технологических операций. Смешивание, пластикацию и формование продукта заданной формы Компактность технологических линий для производства коэкструдированных продуктов позволяет развернуть их на малой площади в короткий срок, что является неоспоримым преимуществом их использования. С помощью коэкструдированных продуктов можно производить ряд изделий с начинками. Подушечки, батончики, палочки и так называемые бамбуки. Длина изделия регулируется путем регулирования параметров технологического оборудования. Ассортимент изделий может содержать десятки наименований и зависит от состава сырья. Например, подушечки хрустящие молочные, шоколадные, гречневые, подушечки хрустящие с ароматом вишни, ароматом клубники, ароматом персика, ароматом миндаля, ароматом черной смородины и так далее. Также возможно вносить в рецептуру функциональные добавки. Например, натуральные порошки фруктов, ягод и овощей. На слайде представлена машинно-аппаратурная схема линий и производства подушечек с начинками. Давайте мы ее рассмотрим подробнее. Данная схема расположена на двух уровнях. Экструдер, режущие устройства, сетчатый конвейер и упаковочная машина, а также дозаторы питьевой воды и подача воды на охлаждение рабочих корпусов экструдера находятся на первом уровне. На втором уровне находится смеситель сухой смеси, мукопросеиватель, весы, а также оборудование для приготовления начинки. Мельница роторная, пищеварочный котел, кремо-взбивальная машина, дозатор начинки, начинка-наполнитель. Рассмотрим, а как работает эта схема, более подробно. Упакованную в мешки муку подвозят к площадке у загрузочного бункера. Муку взвешивают на весах 1, после чего выгружают из мешков через контрольную решетку с ячейками 10х10 в бункер мукопросеивателя. На решетке задерживаются нитки и другие случайные примеси. Для просеивания муки используются мукопросеиватели 2, например, P2P, MPS141, Pioneer и другие аналогичные конструкции. Металломагнитные примеси отделяют от муки на магнитных колонках, установленных в мукопросеиватель. После мукопросеивателя мука поступает в смеситель 3, где в него, согласно рецептуре, вносятся предварительно взвешенные на весах 1 вкусовые и ароматические добавки. Для получения продукта с заданными физическими свойствами и характеристиками сырье увлажняют до влажности 16-18%. В зависимости от вида сырья и его влажности определяют количество воды, которое через насос-дозатор 9 должно быть введено в сырье, подаваемое в экструдер 7. Вода, идущая на технологические нужды, то есть вода, которая подается внутрь камеры экструдера, специальным образом подготавливается, чтобы соответствовать санитарным правилам и нормам, предъявляемым к пищевому производству. Влаготермическую обработку сырья проводят в одно- или двухшнековом экструдере. В процессе обработки сырья сырье подвергается сжатию, механическому воздействию, разогреву и выдавливанию через небольшие отверстия матрицы. Температура нагрева тестообразной массы 140-160 градусов Цельсия. Вода при такой температуре находится в перегретом состоянии. При выходе продукта из отверстий матрицы, в результате мгновенного превращения воды в пар, происходит вспучивание продукта с образованием полистой структуры. Пар, выделяющийся при выходе экструдата из матрицы, отсасывается вентилятором, установленным над экструдером. Вместо воды на увлажнение может подаваться сироп, например, сироп из стевии или сахарный сироп, в зависимости от применяемой рецептуры. Кулинарный жир для приготовления начинки взвешивается в соответствии с рецептурой и загружается в варочный котел 15. По достижении температуры плавления 70 градусов Цельсия, он перегружается в кремо-взбивальную машину 16. Туда же загружаются остальные компоненты начинки. Крахмал, сахарная пудра, приготовленные путем дробления сахара песка, или, как его сейчас называют, сахара белого, на роторной дробилке 14. Растительное масло, вкусоароматические добавки. В кремо-взбивальной машине 16 все компоненты перемешиваются до получения однородной, или, как в технике принято говорить, гомогенной массы. Приготовленная начинка перегружается в приемный бункер начинка наполнителя и подается начинка наполнителем 17 внутрь трубочки при ее выходе из матрицы экструдера 7. С помощью режущего устройства 11 кольцевидные жгуты с начинкой разрезают на отдельные элементы подушечки, после чего продукт подается на конвейер стабилизации 12. Цель стабилизации – удаление избыточной влаги и придание подушечкам хрустящих свойств. Стабилизацию осуществляют путем естественного охлаждения подушечек с начинкой в течение 90-180 секунд при транспортировании. После стабилизации продукт упаковывают в потребительскую тару на фасовочной машине 13. Обычно для фасовки подушечек с начинкой применяют вертикальные упаковочные машины или комплексы с дозаторами типа мультиголовка. Рассмотрим подробнее некоторое оборудование машино-аппаратурной схемы линии производства подушечек с начинками. Мукопросеиватель МПС-141 может использоваться в качестве оборудования для просеивания муки и другого сыпучего сырья на линии производства. Мукопросеиватель МПС-141 представляет собой мукопросеиватель с неподвижным цилиндрическим ситом и аналогичен мукопросеивателем класса Пионер. Отличительные особенности мукопросеивателя Возможность очистки муки от примесей Наличие щеток с сит с ячейкой 1,2-1,4 мм МПС-141 Насыщение муки кислородом за счет ее перемешивания что ведет к повышению качества готовой продукции Простота и удобство в эксплуатации конструкции Если мы посмотрим на картинку представленную на слайде то мы можем увидеть что мукопросеиватель состоит из станины Мункера который подвешен на пружинных опорах Далее Труба в которой установлен шнек И электродвигатель на этой трубе который приводит через систему ременной передачи во вращение шнек Далее На выходе из трубы сверху здесь установлено кольцевое сито И подрубок для разгрузки мукопросеивателя Муку загружают Муку в мешках загружают Муку из мешков загружают в бункер мукопросеивателя За счет вращения шнек захватывает муку из нижней части бункера и перемещает ее к выходу Здесь мука Примеси задерживаются на сите на кольцевом сите а мука проходит через патрубок на выгрузку на следующую операцию Технические характеристики мукопросеивателя представлены в таблице на слайде На что важно обращать внимание при подборе оборудования Во-первых на производительность Это раз Второе на емкость бункера на потребляемую мощность и напряжение к которому необходимо подсоединить электродвигатель Промышленное оборудование в России в основном выпускается для напряжения 380 вольт для пищевой промышленности Бывают исключения и некоторое оборудование выпускается например упаковочные машины выпускаются на напряжение 220 вольт Это важно учитывать при проектировании линии а также при подведении электрических проводов к электрической развязке к оборудованию Далее Габаритные размеры важны Высота до среза просеивающей камеры 850 мм Это так называемый установочный размер Далее переходим к следующему к следующей единице оборудования это смеситель сухой смеси В данной лекции мы рассматриваем по одному варианту каждого из возможных оборудований которое может применяться в данной линии вы можете заменить на аналогичное оборудование если у вас не будет возможности допустим установить то оборудование которое вы видели в лекции аналогичное по функции более подробно эти вопросы разбираются в курсе технологического оборудования пищевых производств на более старших курсах сейчас мы рассматриваем машиноаппаратурные схемы и так смеситель сухой смеси сырья то есть смеситель для корпуса изделия для хрустящего корпуса изделия для смешивания компонентов сырья на производстве хрустящих изделий с начинками используется высокоэффективный смеситель ВПСМ100 с емкостью смесителя 100 литров который представляет собой лопастную машину на валу на рабочем валу которого установлено две лопасти на разной высоте эти лопасти установлены в цилиндрическом цилиндрической емкости в смесителе готовится многокомпонентная пищевая смесь ее однородность достигает 98% на производстве используется один смеситель который установлен на поворотной платформе и может обеспечивать сухой смесью два экструдера смеситель состоит из бункера 1 двух лопастей 2 электродвигателя лопастей блок управления 4 рамы 5 электродвигатель закреплен на раме 5 и путем клинолеменной передачи 9 вращает вал 10 с закрепленными на нем лопастями 2 блок управления 4 крепится на стойке рамы 5 а бункер 1 снабжен крышкой 6 и выгрузным патрубком 8 с рычагом заслонки 7 принцип работы смесителя заключается в том что при вращении вала с развернутыми под углом лопастями создается псевдоожуженный слой который позволяет быстро перемешивать компоненты смеси в зависимости от свойств перемешиваемых материалов и высоты слоя нужный режим смешения устанавливается путем перемещения верхней пары лопастей по валу вверх или вниз нижняя пара лопастей закрепляется таким образом чтобы нижний срез лопасти расстояние от нижнего среза лопасти до дна емкости составляло не менее 1 мм но не более 2 мм это позволяет обеспечить более полную разгрузку емкости и отсутствие налипания муки и отсутствие отходов при смешении на дне емкости итак визуально нужный режим перемешивания характеризуется наличием воронки в центре поверхности верхнего слоя смеси смеситель включается в работу после загрузки материалов и закрытия крышки и заслонки 7 выключение смесителя происходит после выгрузки материала в промежуточный бункер между смесителем и экструдером смеситель изготовлен из пищевой нержавеющей стали H18N10T или аналогичной также допускается использование стали IC314 со свойствами аналогичными стали H18N10T преимущества смесителя по сравнению с известными аналогами снижение энергозатрат в 2-5 раз сокращение цикла смешивания до 1,5-2 минут однородность готового продукта 98% возможность впрыскивания жидких ароматических веществ в процессе смешения допускается ввод жидких компонентов до 20% от массы перемешиваемого сырья низкий шум при работе удобная и быстрая очистка не требует специальных навыков оператора и обслуживающего персонала увеличение срока эксплуатации по сравнению с импортными аналогами в 3-5 раз возможны любые доработки в конструкции под конкретное производство наличие сертификата КОСТ-Р ИСАН и ПИД заключения Могу от себя добавить что данный смеситель использовался на том производстве на котором работал я в течение этот смеситель был приобретен в 2006 году и установлен на производстве до этого использовался смеситель с конструкцией которого была рамная мешалка смеситель который представлен на слайде проработал с 2006 по 2011 год то есть практически 6 лет на производстве за это время было выпущено более 300 тонн готовой продукции технические характеристики характеристики смесителя ВПСМ 100 представлены в таблице далее следующая единица оборудования это пищеварочный котел КПЭ-60 кулинарный кондитерский жир который используется как основа для начинки поступает на предприятие в брикетах по 20 или 25 килограмм либо в кубах со стороной куба 1 метр для растапливания жира применяется пищеварочный котел с пароводяной рубашкой которая необходима для исключения подгорания жира в емкости котла при производстве котлов пищеварочных применяются материалы высокого качества нержавеющая сталь для длительной эксплуатации при интенсивных нагрузках котла котлы котлы серии КП имеют цилиндрическую емкость для варки и рассчитаны на островное то есть отдельное размещение в цехе пищеварочный котел представленный на слайде состоит из варочного сосуда 1 соединенного посредством сварки с наружным котлом 2 образованное при этом межстенное пространство 3 называют паровой рубашкой варочный сосуд закрывается откидной крышкой 4 в нижней части у неопрокидывающихся котлов имеется сливной кран 10 наружный котел покрыт теплоизоляцией 8 и закрыт декоративным кожухом 9 в нижней части котла под постаментом 11 размещен парогенератор 12 в котором устанавливаются нагреватели 13 или как их еще называют тены тепловые электрические нагреватели парогенератор заливается водой до крана уровня 14 для контроля за давлением в паровой рубашке и заполнением парогенератора водой на котле имеется электроконтактный манометр при включении нагревателей вода в парогенераторе закипает а образующийся в процессе кипения влажный водяной пар поднимаясь вверх по паровой рубашке отдает тепло варочному сосуду и обеспечивает нагрев его содержимого с повышением температуры содержимого давление в паровой рубашке растет а при закипании содержимого достигает заданного значения на электроконтактном манометре при этом мощность котла автоматически снижается в 6-9 раз для защиты тенов от перегрева сухого хода в случае если они окажутся на воздухе или в среде пара в парогенераторе котла на уровне несколько превышающим верхнюю часть тенов установлен электрод уровня системы защиты от сухого хода прибор автоматики котла монтируются на водностом шкафу станции управления что повышает надежность и безопасность котла в процессе его эксплуатации пищеварочные котлы имеют два режима работы которые задаются с помощью тумблера находящегося на станции управления первый режим доведение содержимого котла до кипения на полной мощности сильный нагрев а затем автоматическое переключение ее на одну шестую или одну девятую мощности слабый нагрев для осуществления процесса слабого кипения режим используется при варке супов борщей и других первых блюд второй режим это доведение содержимого котла до кипения на полной мощности а затем полное автоматическое отключение в этом случае доваривание осуществляется за счет аккумулированного тепла без расхода электрической энергии режим используется в оставдом при варке каш на эксклюзионном производстве при растопке жира используется режим один в таблице представлены технические характеристики пищеварочного котла КП-60 на что здесь важно обратить внимание номинальный объем 60 литров напряжение 380 вольт мощность парогенератора 12 кВт а также габаритные размеры переходим к следующим единиц оборудования это кремовзбивальная машина МВ-60 взбивальная машина МВ-60 предназначена для применения на малых и средних предприятиях хлебопекарной и кондитерской промышленности предприятиях общественного питания взбивалка МВ-60 может быть использована для замешивания разнообразных видов смесей тесто белковых взбивных масс муссов масляных кремов тесто для уменьшения износа и увеличения ресурса машины желательно не применять для замеса для дрожжевого хлебопекарного теста машина состоит из следующих услов плиты станины коробки скоростей тележки бачка с тремя взбивателями в станине размещены механизмы подъема бачка и электрооборудование отлиты направляющие по которым перемещается кронштейн несущий на себе бачок последний крепится на кронштейне с помощью штырей и упора взбивальная машина MV60 имеет конструкцию планетарного принципа действия мессильный орган в процессе замешивания масс совершает вращение вокруг собственной оси и вокруг оси дежи машина имеет вариатор скорости вращения что позволяет беступенчато осуществлять регулировку скорости вращения мессильного органа машина оборудования оборудована устройством подъема дежи последняя изготовлена из нержавеющей стали и оснащена ручками для удобного перемещения с места на место взбивальная машина MV60 поставляется в комплекте с тремя мессильными органами лопатка венчик крючок для для приготовления начинки в эксклюзионном производстве используется мессильный орган типа венчик для регулирования зазора между бачком и взбивателем на кронштейне вверху имеется винтовой упор подъем и опускание кронштейна с бачком осуществляется при вращении рукоятки закрепляют бачок в рабочем положении фиксирующим устройством коробка скоростей служит для передачи вращения от электродвигателя к взбивателю и для изменения частоты его вращения она состоит из чугунного корпуса верхнего вала шестерня и нижнего шлицевого вала с насаженным на него блоком шестерем к фланцу чугунного корпуса крепится электродвигатель на его вал насажена шестерня передающая вращение через коническое колесо на вертикальный вал от которого через планетарную передачу получает сложное планетарное движение взбиватель взбиватель крепят в приливе нижней крышки бачка последнее получая вращение конического колеса вращает рабочий валик и шестерня которая обкатывается вокруг солнечного колеса таким образом взбиватель получает сложное вращение вокруг собственной оси и бачка. В процессе эксплуатации данной машины необходимо следить за смазкой и регулярно ее менять, либо пополнять в процессе ее исчерпания. Это позволит продлить срок службы механических узлов и деталей данной машины. Далее, на слайде представлены в таблице технические характеристики кремовзбивальной машины МВ-60, в которых указана вместимость дежи 60 литров, среднее время приготовления начинки 10 минут, напряжение 380 вольт, мощность электродвигателя 1,5 кВт и габаритные размеры. Далее переходим к следующему оборудованию, к одному из ключевых оборудования экструзионного производства, это к двухшнековому экструдеру. Я рассмотрю двухшнековый экструдер, который является основной машиной линии производства хрустящих подушечек с начинками. В нем протекает процесс изменения физического состояния сухой смеси сырья, загрузка, транспортирование, пластикация, то есть размягчение и переход в вязко-текучее состояние, сдавливание и выпрессовывание через кольцевой канал формующего инструмента. Шнековый экструдер выполняет функции термической пластикации перерабатываемого материала, гомогенизации расплава и создание давления, необходимого для продавливания гомогенизированного расплава через формующий инструмент экструдера. Рассмотрим процесс, протекающий в рабочей камере двухшнекового экструдера. Шах витков, шнеков которого уменьшается по направлению к выходу из экструдера. Термическая пластикация материала происходит в процессе сдавливания сухой смеси зернового сырья, используемого в качестве основы для корпуса коэкструдированного продукта питания. Масса поступает в рабочую камеру экструдера непрерывно. Вновь поступающая порция сухой смеси захватывается загрузочными шнеками и перемещается по направлению к формующему инструменту. Под одновременным воздействием сдвигающего усилия и механического трения, создаваемого шнеками, и температурой рабочей камеры, сухая смесь разогревается и размягчается, а также смешивается с находящимся в экструдере расплавом. Правильно говорить расплавом. Поправлю сам себя. Для производства экструдированных продуктов питания, включающих как продукты с начинками, так и продукты без начинок, могут применяться одно и двух шнековые экструдеры. При этом для производства изделий с начинками рекомендуют применять последние. Преимущество в использовании двух шнековых экструдеров состоит в том, что они обеспечивают точное объемное дозирование расплавленной массы, находящейся внутри машины. Лучшее перемешивание и гомогенизацию расплава. Самоочищение шнеков от налипающей на них массы по сравнению с одноштековыми экструдерами. Следствием этих преимуществ является более высокое качество продукции, а также возможность переработки смесей с высоким содержанием жира и сахара. Один. Одним из самых распространенных экструдеров отечественного производства, который используется в линиях производства коэкструдированных изделий с начинками является экструдер AirTricat 88, который начал выпускаться машиностроительным предприятием арсенал машиностроения город Санкт-Петербург в конце 80-х годов прошлого века и выпускается до сих пор. Кроме этого данное машиностроительное предприятие выпускает запасные части и узлы для этого экструдера, рабочие камеры, шнеки, шлицевые валы, формующий инструмент, узлы распределительной коробки и редуктора главного привода. Кроме предприятия Арсенал машиностроения существует также в России предприятие RT-SNEC, которое также выпускает узлы и запасные части для экструдера RT-CAT 88. Экструдер состоит из электродвигателя 1, загрузочные воронки 2, шнековые камеры 3, набора шнеков 4, в водяной рубашке охлаждения 5, электрического нагревателя 6, матрицы 7. На схеме не показана распределительная коробка, в которой установлены упорные подшипники, которые принимают осевую нагрузку от, передающийся от торца шнеков вдоль вала, не показана на схеме редуктор главного привода, а также муфты, соединяющие электродвигатель, редуктор главного привода, редуктор и распределительную коробку. Муфты, которые соединяют валы распределительной коробки, с шнековыми валами, также не показаны. Подробную конструкцию экструдера обычно разбирают в курсе технологическое оборудование предприятий пищевых производств. Итак, рассмотрим коротко, как работает экструдер. Сырье подается в бункер 2, перемещается набором из двух зацепляющихся шнеков 4, шаг которых изменяется, уменьшается по мере движения продукта к выходу из экструдера. В зоне пластикации установлен электрический нагреватель 6, который обеспечивает необходимую температуру в камере экструдера. Двухшнековые экструдеры чаще всего работают в автогенном режиме. Техническая характеристика экструдера R3CAD88 представлена в таблице на слайде. На что здесь важно обратить внимание? На производительность от 200 до 250 кг в час, количество шнеков 2, диаметр шнека 88, установленная мощность главного привода 55 кВт, суммарная потребляемая мощность экструдерной установкой 90 кВт, расход питьевой воды от 12 до 60 литров в час, расход охлаждающей воды 1 тысяча литров в час, длительность непрерывной работы не менее 120 часов, износа стойкости рабочих органов 3000 часов, также представлены габаритные размеры и масса. Производительность указана по пшеничной муке. На пшеничной муке производительность может достигать 250 кг в час. Но если вы экструдируете, допустим, картофельный крахмал, кукурузный крахмал, пшеничный крахмал, какие-то другие смеси сырья отличные от чистой пшеничной муки, то производительность будет другой. Производительность зависит от того сырья, который вы используете для производства, потому что каждое сырье обладает своими уникальными свойствами. Например, производительность по пшеничному крахмалу не будет превышать 190-200 кг в час. Производительность по кукурузному крахмалу не будет превышать 165-170 кг в час. Производительность по картофельному крахмалу не будет превышать 130-140 кг в час. Кроме названных видов сырья, для экструзии также применяются различного рода крупы. Овсяная крупа, рисовая крупа, гречневая крупа, перловая крупа, кукурузная крупа. Для каждого из этих видов круп будет своя производительность у этого экструдера. Это важно учитывать при проектировании линии и подборе оборудования экструзионного производства. Далее мы переходим к рассмотрению формующего инструмента. Для придания формы расплавленной массы, находящейся в шнековой камере экструдера, применяется формующий инструмент. Или который в обиходе, в производстве, называется матрица. Существуют три возможные принципиально различные схемы размещения канала для подачи расплава корпуса относительно канала для подачи начинки в формующем инструменте. Рассмотрим три схемы подачи начинки и расплава. На схеме А подача начинки осуществляется по прямому каналу. Прямой канал для подачи начинки вводится в формующий инструмент. При этом изменяется направление потока расплава корпуса изделия на 90 градусов. Это облегчает подачу начинки, но затрудняет подачу расплава. Так как при такой компоновке канала для подачи начинки, относительно канала для подачи расплава, он проходит не одинаковый по длине путь, что вызывает неравномерное истечение расплава из коэкструзионного формующего инструмента и нарушение его работоспособности. Такая схема подачи начинки используется крайне редко. Другой способ компоновки, представленный на рисунке B, исключает неравномерное течение расплава, но при этом канал для подачи начинки устанавливается под углом 90 градусов. Чаще всего применяется именно эта схема. Однако, при определенном составе начинки, например, при высоком содержании сахара в составе начинки, может происходить подгорание сахара на внутренней стенке трубы для подачи начинки и забивания, засорения этой трубы и прекращения течения начинки сквозь ее. Чтобы возобновить течение начинки, необходимо прочистить тем или иным образом этот канал. Для того, чтобы сократить потери, чаще всего это делают без остановки экструдера. Третий вариант расположения канала подачи начинки в коэкструдируемый корпус изделия представлен на рисунке V. Согласно нему, начинка подается через канал, который установлен внутри вала прессующего шнека. Этот вариант имеет существенный недостаток. При подаче начинки через этот длинный протяженный канал необходимо прилагать значительные усилия. Что приводит к изменениям реологических свойств начинки. Воздействие температуры, которая передается от нагретых шнеков, может вызвать налипание начинки на внутренние стенки канала и прекращение ее подачи. Кроме этого, воздействие температуры может разрушить полезные свойства, которые содержатся в начинке. В России на эксклюзионных производствах применяется схема подачи начинки, и представленные на рисунке B. На отдельном слайде я привел схему и фотографию формующего инструмента, который используется на экструдере RT-CAT88. Рассмотрим его более подробно. На схеме конструкции мы можем видеть, что формующий инструмент крепится к экструдеру, который обозначен цифрой 5. И формующий инструмент состоит из основания 1, который непосредственно прилегает к экструдеру, плиты 2, втулка 3, которая крепится 4-мя винтами 6 к плите. Материалопровод для начинки 4. Расплав корпуса сырья проходит через 4 цилиндрических отверстия в основании, как бы разделяется на 4 потока, и после чего этот расплав оказывается в кольцевом кольце, в кольце, который образован внешними стенками втулки 3 и материалопроводом 4. Таким образом образуется кольцевидный жгут, который выходит, и внутрь этого жгута подается начинка. Переходим к следующей единице оборудования. Это начинка-наполнитель. Начинка-наполнитель предназначена для наполнения кольцевидного экструдируемого жгута начинкой. На производстве, на котором я работал, использовался начинка-наполнитель NN150 с насосом-дозатором ОНВ. Фотография начинка-наполнительна представлена на рисунке. Он состоит из мункера, в который загружается начинка, патрубка, к которому подсоединяется насос ОНВ-М. Штуцер-патрубка, который идет от емкости, соединяется со штуцером на насосе. Винтовой насос-дозатор ОНВ-М состоит из электродвигателя, к валу которого через муфту 7 крепится торсион 3, на котором в обойме 2 установлен винт 1. ОБОИМА-2 имеет специальную двухзаходную внутреннюю нарезку, соответствующую форме поверхности винта. Торсион, винт и обойма находятся в корпусе насоса. Элементы конструкции закреплены на раме 9. Муфта 7 снабжена ограждением 8. Техническая характеристика начинка наполнителя представлена на слайде. При подборе данного оборудования важно учитывать производительность экструдера по корпусу изделия и производительность начинка наполнителя по начинке. И рассчитывать это таким образом, и подбирать таким образом, чтобы эти производительности были согласованы. Если экструдер дает 100 кг в час корпуса изделия, то значит начинка наполнитель также должен давать примерно от 90 до 110 кг в час начинки, для того, чтобы обеспечить равномерное заполнение кольцевидного жгута начинкой. Фотография насоса дозатора ОНВ-М представлена на рисунке. Спасибо за внимание. Я закончил рассказ, свою лекцию о машиноаппаратурной схеме линии производства коэкструдированных изделий с начинками. Подписывайтесь на мой канал, чтобы получать, и поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Кстати, доставников есть такая, если через жизни идётvol Centai ОНВ-М сделать концы однажды снутрь, Чтобы было безопасно09, в ходе mismos знаний, сейчас заявление о мощности солнечной процедине сегодня для человека. КВС-ками устранства рассто при preoccupации